Всем большой-большой привет! Спасибо, что зашли ко мне на канал. Я очень рада вас видеть. Я недавно приобрела новую упаковку шелкового пластилина и спешу с вами поделиться мастер-классом о том, как именно я его сделала. Здесь, конечно, сложного ничего нет. Нет ничего сложного в том, чтобы придать полоске пластилина форму сердечка. Но что здесь интересно, то что я смешала между собой три цвета. Если вы смотрите меня давно, то вы знаете, что мне работа шелковым и также шариковым пластилином особенно нравится тем, что это просто очень приятный процесс. То есть именно этот материал очень приятно держать вообще в руках, работать с ним. И он такой имеет некий успокаивающий эффект. Так вот, вот это вот креативное смешание цветов, это еще дополнительный эффект. Это разгружает очень хорошо мозг и не знаю, то есть я не знаю, как вы к этому относитесь, но я считаю, что на меня действительно очень положительно влияет, расслабляет и, не знаю, помогает как-то мысли направить в какую-то нужную сторону. Вот я хочу цвета смешать не как попало, а именно, чтобы получилась максимально красивая структура, чтобы у меня количество полосок было такое очень частое, чтобы у меня не был просто, не знаю, там кусок голубого, кусок фиолитового, розового, а именно, чтобы были красивые полосочки. Вот, это меня пока не устраивает, потому что у меня в средине получилось много тонких полосок по бокам, большие длинные. Поэтому я порвала пополам, еще раз скрутила спираль и дальше это продолжаю все крутить. И так я буду делать до тех пор, пока меня не устроит мой узор. Хоть он и должен быть хаотичным, но все-таки цвета должны быть более-менее равномерно распределены, то есть не должно быть так, что у меня там справа много розового, а слева много фиолетового. Это не то, что я хочу. Вот, теперь, когда сердечко сформировано, нужно оставить его в покое. Я советую на сутки, то есть говорят, что шелковый клей нуждается примерно от 2 до 24 часов, чтобы высохнуть. Но у меня просто есть такой опыт, что некоторые цвета застывают дольше, чем другие. То есть, например, не знаю, фиолетовый засохнет уже через 2 часа, а зеленый, например, только через 10. Поэтому советую не рисковать, а действительно просто подождать целые сутки. Ничего плохого от этого не будет. Вот, теперь прошли сутки, сердечко засохло полностью. Оно получается немножко такое гибкое, конечно, но форму свою не теряет. И теперь мне остается только закрепить брелок на ключе. Если бы у меня не было вот такой удобной цепочки, которая открывается-закрывается, то я бы взяла обычное кольцо для брелка. И, конечно же, его прицеплять надо было тогда еще вчера. То есть, именно поместить его в серединку вот этой вот полоски. И потом замкнуть это все в сердечко. И чтобы это засыхало вместе с кольцом потом ночью. Я надеюсь, вам понравилась моя идея. Если это так, не забудьте поставить большой палец вверх. Также оставляйте комментарии и смотрите меня почаще. У меня вы найдете на канале еще много всего интересного, красивого, полезного. Иногда даже вкусного. И я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока!